Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Каждый раз во время интима мне хочется заражать. Я себя сдерживаю, но иногда это не удаётся. Я могу громко начать смеяться, когда муж возбуждён. Конечно, это портит наши отношения, но ничего с собой поделать не могу. Почему так происходит? Вмех является защитной реакцией и, соответственно, можно говорить, что от чего-то вы защищаетесь. Можно говорить о том, что что-то вызывает у вас такую потребность в том, чтобы защититься. Но, понятное дело, что не совсем очевидно от чего. То есть это может быть, в принципе, ваше отношение к сексу. Это может быть, в принципе, ваше отношение к мужу. Это может быть, в принципе, ваше восприятие какой-то вот психоэмоциональной близости с мужем, например. То есть, на мой взгляд, тут довольно много вариантов. Может быть. И, соответственно, нужно смотреть. Вы спрашиваете о том, почему это происходит. Из-за чего это происходит. Да? То есть вам важно здесь узнать причину. Вопрос мой заключается в том, хотите ли вы это изменить? Хотите ли вы, чтобы было по-другому? Вот. Дальше. А вы говорите о том, что ваш муж обижается. Ну, что это портит отношения. Вот. На мой взгляд, ваш супруг, ну, наверное, как-то был в курсе того, что у вас есть такая особенность. На мой взгляд, то, что он, вот, как-то вот, ну, объединяется, воспринимает это как-то вот так. Несколько негативно, да? А это вот свидетельствует о том, что контакт между вами, между вами и, ну, и вашим мужем. Вот. Ну, я бы не сказал, что, эм, такой основательный. Вот. То есть я бы сказал, что контакт между вами и вашим мужем, вероятно, носит, эм, такой, несколько поверхностный характер. Вот. Являются ли это проблемой? Ну, да. Скорее всего, да. Вот. Ну, потому что отношения действительно, эм, ну, могут ухудшиться и ухудшиться довольно сильно. Это правда. Вот. Поэтому, если вы как-то хотите, чтобы ситуация изменилась, да, если вы хотите, чтобы как-то вот у вас все наладилось, то вам нужно или... решать... Эм, вот. Эм, вот. Эм, вот. Эм, вот свою проблематику, собственную. Ну вот, да, ну то есть вот именно смотреть откуда у вас эта реакция, вот, с чем она связана, как она вообще образовывается и так далее. Вот, либо выстраивать отношения с мутем так, чтобы он не воспринимал на свой счет, а то, что вы смеются, например. То есть я бы вот, пожалуй, на такие вещи обратил бы ваше внимание. Такая вот история. Но, скорее всего, это защитная реакция от чего-то. Вот. Я даже мог бы предположить, что, возможно, что-то вам не нравится в отношениях с мужем. Вот. Что-то вас не устраивает там. Вот. Но вы ему об этом не говорите. Вот. И он, в итоге, ну, может быть, может быть, может быть, может быть, делает то, что вам, ну, вот, вам не нравится. Вот. Вот. Только потому, что вы не говорите. Конечно, может быть, эта история и про стыд. Вот. Вот. То есть, может быть, вам просто вот как-то стыдно, неловко, может быть. И вы вот таким образом, ну, от этого как бы скрываетесь, от этого закрываетесь. Вот. 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 Такая, ну, такой вариант развития событий тоже может быть. Конечно. Вот. Хотя и не факт, да. То есть, нужно исследовать это, нужно посмотреть это, вот. Понимаете, да. Какая штука. Вот. Поэтому, нужно больше информации о вас в этом контексте. Вот. 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 Тогда, я думаю, уже можно будет говорить о какой-то конкретной помощи. Вот. Ну, и что еще? А, вы можете вместе с мужем своим обратиться. А, значит, на консультацию, да? Вот. Нет, 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 с ним поговорить. А, если так было всегда, то это понятно. Через ваши особенности, если так началось вот, ну, вследствие, вследствие какого-то события, да? То есть, ну, вот, после чего-то, если это началось у вас, после каких-то эпизодов вашей жизни, например. Вот. То, вероятно, вы, значит, ну, может быть, таким образом скрываете вот свои какие-то чувства, которые находятся почему-то под запретом. Вот. А, ну, чувства могут быть разными, да? То есть, например, это, может быть, обиды какая-то на, вот, супруга вашего, допустим. Вот. Это может быть недовольство, чем ты, это может быть какая-то ваша тревога. Вот. Поэтому заметны разговоры, а, ну, вот, вас и вашего мужа тоже поможут. Со психологом, вот. Вот как-то так, какой-то вот. такой ответ я могу вам предложить сейчас с точки зрения, значит, психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. А, еще очень, очень важен, на мой взгляд, мотив, мотив, по которому вы хотите что-то менять. Да? Да? То есть, ну, вот, именно ваш мотив какой? Вот. Именно мотив. То есть, вы хотите это менять для своего мужа или для сына? Вот. Вы хотите менять, ну, вы хотите это изменить, потому что вам самой не нравится вот это или разве супруг. Вот. Вот. А, я вот, честно говоря, думаю о том, что если вы это делаете для своего супруга, вот, а не сами, то, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Вот. Ну, мое такое мнение. Потому что вы будете чувствовать, вот, скорее, именно то, что стараетесь для другого. Вот. А для вас, может быть, это или привычно, или в глубине души нормально. Вот. И тут тоже очень важно с этим определиться, потому что если вы будете себя обманывать, вот, а если вы будете заниматься таким самообманом, то вот тоже, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не выйдет, да, а отношения, ну, отношения можно, в принципе, испортить. С вашим супругом, я имею ввиду. Вот. Поэтому как-то так я бы вам ответил на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии и психотерапии. С желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать, вот, какие-то базовые постулаты для психотерапии. Позволит вам сформулировать то, что вы хотели бы, например, эту ситуацию поменять, изменить, если хотите. Вот. Всего вам самого хорошего. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Хочется. Еще. Хочется. Вдох.